всем привет это обзор олега его аналогов от калин красный и сегодня у меня в обзоре очень интересные китайские лего мини фигурки как вы видите я еще не раскрыл саму упаковку которая приходит по почте всем любителям и фаната китайского лего вот я не раскрыл потому что хочу поделиться с вами ощущениями и теми эмоциями которые сейчас испытаю потому что это совершенно что-то новое что-то интересное такого я еще не видел я думаю вы тоже еще не видели в общем это какая-то новая появилась фирма которая решила сразу так зайти просто ворваться в двери и показать что они могут делать что они могут печатать что же ребят я не буду вас томить все эмоции записываю вскрываем нашу упаковочку с новыми лего мини фигурками так мы видим ножницы берем ножницы надрезаем и что же мы там видим и мы там видим вау офигеть офигеть ребят офигеть смотрите у нас тут зип-лок и в зип-локе находится металлическая металлического такая ящик небольшой не так правильно назвать и что мы видим смотрите spider-man cr002 подписывайся на канал чтобы не пропустить обзор на все новинки лего и его аналогов приятного просмотра так ну я как истинный коллекционер решил записывать это видео в перчатках вот таких специально не знаю почему но мне хочется потому что мне кажется там что-то невообразимо качественное должно быть и не хочется скажем так оставлять на этом всем отпечатки на посмотрим может быть там будет всего плохого качества я просто сниму перчатки будут трогать и ляпать этот в общем что это такое ребят неизвестная компания я честно говоря сколько читал комментарий сколько смотрел мнение блин я не могу перчатках открыть зип-лок я точно не знаю что это за компания кто производитель это не в м-блокс это не старый с вай это не xin это не коротят какая-то новая конторка ребят какие-то производители они в общем решили сделать удивить видимо всех вообще людей фанатов лего его аналогов и сделать вот такие потрясающие паки состоящий из 4 фигурка да здесь нас путь четыре фигурки как видите это второй уже пак сейчас на данный момент по моему их 4 или 5 в общем там то нас там у нас имеется черная пантера там по моему по тору и вот недавно были анонсированы по капитан америки паки вот единственно что непонятно они выпускают таких героев у которых должны быть аксессуары но на превьюшках аксессуаров нет то есть тот же наста нас у него должен быть там шлем меч еще что-либо но я так понял что он пришел без всего этого то есть просто тупо мини-фигурки даже если не фигурки имеется волос стандартные то скорее всего их не будет тут пока непонятно почему так делать но но не могу сказать так давайте делать обзор на вот эту потрясающую вещь как видите это такая металлическая коробочка скорее всего это у нас алюминий она офигенно так переливается на свету блестит вот так она выглядит очень она легкая очень такая прикольно очень круто что здесь имеется вот такой именно принтик мы понимаем что это по человеку пугу тома холланда все круто крутая надпись очень хорошо но не должна стереться хорошая видимо печать самое главное ребятки цена данного пака 600 рублей пока я еще не знаю оправдана это или нет стоит ли эти мини фигурки этих денег но упаковка но она прям вызывает что-то такое дорогое интересное как будто что-то качественное мега ссылочка на данный пак будет первое описание переходите покупаете вам приходит и радует ваши глаза если вы захотите после того после моего обзора и также ребятам которые смотрят мой канал впервые подписывайтесь на канал потому что у меня выходят ролики обзоры на всякие такие крутые прикольные вещи и давайте это открывать так я так понимаю какой то здесь произошел косяк потому что обычно все открывается вот так слева направо любая шкатулочка открывается и наверно принтика не перепутали не знаю ну давайте мы так оба блин легко открылась и вау офигеть ребятки вы только на это посмотреть в общем здесь супер мега крутые у нас человек и пауки тома холланда они здесь просто потрясающие тем что у них вообще принты не просто на 360 как там уксина река роут они там везде они даже они даже на маленьких паучьих лапках вот тут в ручках леговских тоже имеется принты но прикольно слушайте смотрите прикольно выглядит прикольно что вырезает специальным таким гравером вот пенопласт пластиком пластика пену вот эту и туда вот так вкладывает отдельными фигурку единственно да как не знаю я просто привык наверно все шкатулки же открывается слева направо или нет как-то вот так справа налево ну ладно в общем вот так это выглядит ребят но потрясающе просто ну прикольно знаете сразу чувствуется что что это что-то невообразимое что это что-то дорогое на что на чем-то дорогом так ребят но я прям я прям даже не знаю как все доставать наверно будет трудно доставать каждую минифигурку я попробую вытащить полностью вот так вот весь этот материал и смотрите у нас там понятное дело он четырехслойный и туда положили нас минифигурки то есть сзади у нас выглядит вот так ну и давайте мы начнем с нашей первой этой минифигурки посмотрим на нее мы так попробуем сейчас аккуратно вытащить я пока еще не совсем уверен оп вытаскивается и кто это у нас и первый человек паук у нас из нового пака вот такой ребят я честно не знаю откуда он из какой версии комиксов и кто этот питер паркер это или вообще мальс моралис или вообще другую человек паук пожалуйста напишите в комментариях потому что ну за этот костюм я честно ничего не знаю скажу вам сразу что качество принта на этом человеке пауке не очень то есть не на прям на пятилку будем оценить по пятибалльной системе это не прям пятерка это твердо уверенно четверочка но количество принтов и здесь безусловно радует во первых костюм реально очень интересный я бы сказал уникально я такой честно не встречал никогда не видел не знаю так что пишите в комментариях что меня мега дико порадовала это принты полностью на ристр 60 то есть эта фигурка можно назвать полностью запринтованными фигуркой формате лего минифигурки то здесь реально везде принты где только можно мы видим стримке спереди и мы видим принты сбоку сбоку мы видим принты не только на руки это вообще в первую уникальная вещь e department никогда не видел мы видим принты вот здесь слева то есть обычно когда наносится print на минифигурка хлеба он наносится все дала спереди и сзади и energy промежуток он всегда пустой а это мы увидим меня на следующих минифигурках но здесь это просто потрясающе то есть они намчат что видимо еще вот так вот сбоку но это мега круто также у нас имеется принты под руками то есть торсик полностью пропринтован на все 360 градусов единственно он не пропринтован здесь вот сверху к сожалению жалко то есть когда мы надеваем голову здесь сверху ничего не попринтовано но вот тут принты конечно от ас принты ну как я сказал тверда 4 что мне показалось немножко смазанная может быть я не прав так что пишите в комментариях но принты реально очень крутые но качество немножечко мне не понравилось лично мне понравилось вы пишите комментариях понравился вам или нет очень крутая мини-фигурка человека паука но мне кажется я сразу вам скажу что мне кажется я честно не знаю кто это но если сюда положили человека паука 2099 я думаю это было бы намного круче чем вот эта мини-фигурка и очень жалко что у него нет паучьих шутеров следующими фигурка и среди мини-фигурка это у нас классические человек паук тома холландо это у нас по моему костюм томин старка которого на ему подогнал мы его видели по моему гражданской войне и непосредственно в первом сольном фильме Тома Холланда. И это единственная мифигурка, которая у нас имеет аксессуар. Что за аксессуар вы видите прекрасно. Это, скажем так, у нас повторяется вот эта коробочка, которую мы купили, в которой у нас находились Человеки-пауки наши. Здесь у нас та же самая эмблема. У нас имеется артикул данного пака и надпись Spider-Man. Почему она розового цвета, мне непонятно. Почему не какого-либо алюминиевого. Ну, в общем, вот такая интересная вещь и все. Но вот эта мифигурка меня, безусловно, радует. Она реально очень красивая, она очень так же пропринтованная. Мы видим принты здесь полностью точно так же везде, где можно, но мы не видим принты здесь сбоку. И это, конечно, большой минус. То есть мы покупаем мифигурки за цену в 600 рублей. То есть, конечно, я понимаю, что какую-то часть стоимости у нас стоит вот эта алюминиевая коробочка, но, блин, я покупаю за такую цену мифигурку и здесь нет принта. Когда я увидел у этой мифигурки, что здесь есть принт. Ребята, вы что, серьезно? Ну, ладно. Об этом чуть позже. Также у нас принты везде. Очень радует их качество. Посмотрите, какая детализация. Мы видим вот этот такой небольшой квадратик здесь. Он потрясающий. Мы его видим, мы его наблюдаем. Конечно, лего до такого. И еще топать и топать. Потрясающие принты сзади. Очень хорошо обыгранные у нас сапожки. Все супер. И также очень интересно выглядит принт сзади на затылке маски. И у нас точно так же принты здесь. В целом, я скажу, что мифигурка прикольная. Вообще, очень хорошая по качеству. Потрясающая. Реально, здесь принты намного лучше, чем на той. Не знаю, может быть, опять тоже такой косяк, как старт продаж мне попался. В целом, скажу, что мифигурка здесь очень хорошая. И принты здесь намного лучше. То есть, здесь можно принтам поставить 5 баллов. Но у этой мифигурки все-таки есть какие-то небольшие недочеты. Она хорошая, она отлично. Мне она очень нравится. Пятерочка. Следующая мифигурка у нас точно так же Тома Холланда. Это у нас уже, по-моему, по фильму «Вдали от дома». Здесь у нас уже костюмы не красно-синий, а красно-черный. И давайте посмотрим точно так же на принты. Здесь принты тоже хорошие, как у предыдущей мифигурки. И немножко изменился принт. У нас прищур появился глаз, в отличие от предыдущей мифигурки. Точно так же у нас принты здесь везде. Если вы не заметили, ребят, то принты у нас даже имеются вот здесь, на черной печати. Тут имеются некие полоски. То есть, пропринтованное на руках все качественно. Очень круто. Очень хорошая прорисовка. Реально все вообще на своих местах. Ну, сказать даже нечего. Вы сами видите качество. И сравним эту мифигурку с китайской. Данная мифигурка у нас, по-моему, от компании «ХСИН» или «КОПФ». Но это неважно. Здесь мы видим, что у нас имеется небольшой недочет о печати у этой мифигурки в качестве символа «Человека-паука». Но здесь, скажем так, очень много линий. Они могут накосячить всегда, их принтеры. Поэтому даже не знаю, правильно ли их сравнивать, данные мифигурки. Но вы видите, как они отличаются. В целом, стилистика передана. Принты переданы. Но так или иначе они отличаются. То есть, китайцы между собой все-таки конкурируют. Но мне, конечно, на данный момент больше нравится вот эта мифигурка. Отличная мифигурка. Тоже поставлю и пятерочку. И последняя мифигурка из данного пака. Это у нас костюмы, так называемый «Невидимка». Он также появлялся в фильме «Вдали от дома». Здесь я не могу что-либо сказать, потому что, ну, это надо быть очень, купить очень косячный принтер, который на черной полностью отливке мифигурки очень косячно напечатает белой линией. То есть, здесь-то придраться не к чему. Я реально говорю, очень надо сильно постараться, чтобы испортить данную мифигурку. Но радует качество принтов, раз, их обилие и их прорисованность, скажем так, их дизайн. Он реально очень хороший, он интересный, он проработанный, он детальный. То есть, ну, видно, что уделили очень хорошо внимания прорисовке и дизайну мифигурок. Компания Лего также выпускала данную мифигурку. Имеется она в оригинале, также по фильму «Вдали от дома». Ну, здесь я тоже поставлю пятерку, но тут я... Здесь я тоже поставлю пятерку, но, как я говорил ранее, очень трудно испортить такую мифигурку. Так, ребятки, подводя итог, что я могу сказать. Очень хорошие мифигурки. Они реально очень хорошие. Хорошие принты, да, возможно, мне попалась, как всегда, небольшая косячная мифигурочка одна. Но принты здесь хорошие. Стоит ли это 600 рублей? Я скажу, что не стоит это 600 рублей. На что мы тратим 600 рублей? Ну, это, естественно, на вот эту коробочку и на вот эту штуку, куда мы их красиво складываем, потом можем положить и забыть буквально об этой коробке навсегда. У нас не имеется здесь никаких аксуаров, то есть, единственный аксуар – это вот этот тайл с печатью, который мы имеем здесь, и все. Никаких паучи-шутеров и ничего более. У меня сразу встает вопрос, стоит ли покупать другие мифигурки от этой компании и делать на них обзоры, потому что от других мифигурок я, скорее всего, получу точно так же качество, но я не получу аксессуары. А я думаю, что многие из нас, это люди, которые любят китайский аналог Лего, покупают данные мифигурки не только потому, что у них большое разнообразие, но и большое количество разных аксессуаров. Не положить сюда паучьи-шутеры, я считаю, это большой грубой ошибкой. По итогу я оценю данный пак по 10-балльной системе и скажу, что здесь 9 из 10. Ну, мне не хватило шутеров и немножко вот этот косячный небольшой паучок, на мой взгляд. А так, в целом, фигурки прикольные, хорошие, и можно их реально так поставить, куда-нибудь красиво, они будут стоять у вас и радовать ваши глаза. Ну, решать вам, покупать или нет. А у меня на этом все. Ребят, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, вступайте в группу ВКонтакте, в Телеграме и на мой Яндекс.Дзен канал, где я также укладываю все новинки Лего-Аналогов. Всем пока!